Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с нами на связи эксперт психологии бизнеса, долларовый миллионер и автор книг и программы «Хозяин судьбы» Сергей Змеев. Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте, здравствуйте! Хочется расспросить вас о вашем опыте предпринимательства, о том, как у вас получилось, какие были трудности, как вы начинали и как вы эти трудности преодолели? Да, это долгое на самом деле. История, постараюсь быстро это рассказать. Начал я давно, еще в 1991 году, 18 еще лет не было. Знаете, долго рассказывать, с чего начинал, там подержанная резина, бушные автопокрышки, потом автомобили, ну и так далее. Потом переезд в Москву, снова там все с нуля. И много чем на самом деле занимался. Это много чем на самом деле занимался. Вы знаете, это все всегда возникает спонтанно, очень много курс, программ по бизнесу. Я в том числе веду, у меня есть мини-МБА по бизнесу. Предприниматель, человек, который готов увидеть возможность, это первая готовность. Это, знаете, даже не то, чтобы поиск. Мы ищем ниши, мы смотрим, мы исследуем, мы все время моделируем кого-то. Это да, не без этого. Но самое главное, некая такая внутренняя открытость к тому, что как только появляется какой-то шанс, начинать его реализовывать. Это, я думаю, что об этом говорит любой предприниматель, любой успешный человек. Это звучит, наверное, уже где-то так местами избито, но это так и есть. Что предприниматель, человек, который по определению любой шанс рассматривает как возможность. Это точно так же тогда, в 91-м году, когда мой друг, ну, к сожалению, в 90-е годы не все выжили. Он в армию приехал, сказал, что вот есть такая тема в Измаиле, там поддержанная бэушная резина, автопокрышки. Это 91-й год, это еще момент дефицита общего. Мы быстренько сорвались, как говорят, да, у кого какие деньги были, собрали, поехали туда и посмотрели, что действительно так, и начали с этого. И я сейчас хочу предвосхитить сразу, знаете, основной вопрос, который любит говорить, либо там фразу, ой, ну это во времена, там, 90-х годы, там все было легко, было много возможностей, там рынки были открыты. Вы знаете, в те годы ровно так же, кто-то это делал, кто-то не делал. Поверьте, там из всего города, в котором я тогда жил, мы первые начали этим заниматься. И точно так же я первый начал привозить туда, ну, это западная Украина, поддержанные автомобили. Поэтому это не говорит о том, что, то есть для кого-то это точно так же было нереально, как сейчас какие-то возможности, которые возникают на рынке, для многих они точно так же нереальны. Еще один момент скажу, ну, такие краеугольные моменты, которые повлияли на формирование меня и как личность, да, и как предпринимателя. То есть тогда мы начали заниматься бизнесом, развивать, первые вопросы были там с партнерами как раз и так далее, и так далее. Первые какие-то моменты, когда, условно говоря, тебя там кидают или пытаются кинуть, как это говорят. Все было, при том этот возраст, 17-18 лет, вот только исполнилось мне. Следующий момент, когда уже приехал в Москву, я начал, ну, с нуля, совсем с нуля, то есть мне тоже казалось, я такой весь крутой парень, я сейчас здесь всем объясню, расскажу, как я тут все это построю. Ага, так меня здесь, конечно, и ждали с распростертыми объятиями. Я плотником поработал, там с двумя алкоголиками дом строил, в поселке, в котором я ровно через 10 лет напротив этого дома купил себе участок. Это очень смешно было, когда у нотариуса подписывал документы, меня хохот пробрал, потому что я вдруг осознал этот момент. До этого я даже не понимал. То есть работал физически, потом грузчиком работал какое-то время, а потом вообще брался опять за все, за что только можно. Ваучеры там какие-то были, куриные кратчика, сахар, ну, что не было, шампанское, кратчика, боже мой, я даже все, что было, там, какие-то коммерческие палатки спиртное поставлял. С каждым человеком, которого я вообще узнавал тогда. Вы вот приезжаете, кстати, вы один, ну, там, моя девушка, которая моей женой в итоге стала, и мы уже 20 с лишним лет вместе. Как я здесь оказался-то, в общем, по большой любви приехал и остался. Я вообще не собирался оставаться в Москве, у меня не было такой цели уезжать в большой город. У меня у себя все было хорошо. И ты начинаешь каждого человека, с которым знакомишься в жизни, начинаешь его, вот, из него максимум всего, что только можно. Все там связи, знакомства, то есть ты в каждом человеке видишь там поддержку, помощь там, и, не знаю, единственного человека, который тебе в этой жизни может помочь. Это как раз тот эффект, который говорят там про провинциалов, почему у него преуспевают. Да нет, не поэтому. Потому что это вообще свойственно любому предпринимателю успешному. Он начинает реализовывать любой шанс. Вот есть шанс, давай ему жизнь, шанс познакомиться с каким-то человеком. Он попытается максимально узнать все, что этот человек знает. Максимально воспользоваться его связями, его ресурсами, его знаниями. Ну, а когда ты действительно в такой ситуации, что деваться некуда, тебе просто деваться некуда. И это первое, да, чтобы я в любую возможность, любого человека, я максимально пытался вот с ним там и задружиться, и что-то где-то как-то сделать. А следующий момент был такой, когда вот сильно там все быстро не получилось, там снова начать какие-то большие деньги зарабатывать. Мне опять же, так скажем, знающие люди сказали, ну, не, Серег, ты что, сейчас уже 92-й или 93-й год на дворе. Уже там свой бизнес не откроешь, уже все компании созданы, там, кто помнит те времена, говорит, там, биржа Алиса зарегистрирована, Логоваз уже сделали, там, Олби дипломат, ну и так далее. На тот момент такие знаковые компании. Ты, говорит, чем будешь заниматься? Ну, это смешно, конечно, сейчас это вспоминать. Всяти, это вот, это вспоминать смешно. Но тогда для меня это казалось правдой, там, ну, пацаненок, там, да, 18-19 лет люди, там, говорят, знакомые, там, да, которые, вроде, вот, они говорят, ты пойди, устройся в компанию, в какую-нибудь, сделай карьеру, ну, а потом, вот, значит, уже себя как-то реализуешь еще, может быть, от этой компании отпачкуешься и сделаешь, там, бизнес. Вы знаете, я, ну, плюс уже, я еще не был женат, но все равно уже какой-то семейный такой план был. И жена, соответственно, там, с тещей, с будущей тоже меня так подбивали, потому что для них бизнес было дело непонятное, впрочем, как и для моей семьи. И было сильно непонятно, чтобы изначально не было никаких иллюзий, что никто у меня в семье с бизнесом не занимался, была обычная, нормальная, там, семья, так скажем, может быть, чуть более интеллигентная, чем обычная, но никакая не богема, никакая не, там, партийная верхушка, ну, то, что было при советской власти. Ну, обычно нормальная семья. Бизнес было дело какое-то совершенно запретное, потому что было связано с фарцовкой, как оказалось, там, в советское время. У меня такого никакого понимания внутри моей семьи не было. Они очень боялись даже, когда я начал первые деньги зарабатывать. То же самое, я приехал сюда, в Москву, и натолкнулся ровно на то же самое. И, а работа была для всех понятна. Ты пошел, устроился на работу. Если у себя на Западной Украине я сказал, что я работать не буду, потому что я не понимал, зачем это делать, реально, и я начал зарабатывать деньги намного больше, чем моя семья, вся вместе взятая, то в Москве я пошел, устроился на работу, параллельно занимаясь собственными делами и бизнесом. И это привело к тому, что я прошел два пути параллельных. Я прошел путь, который строит карьеру от нуля, то есть от обычного менеджера по продажам до генеральных директоров, директоров крупных компаний и так далее. И параллельно я выстраивал собственные компании, собственные бизнесы, получал образование, растил троих детей, строил дома, перевозил родителей, покупал им квартиры и так далее, и так далее, и так далее. То есть в жизни много разных моментов. Понимался спортом. Вот этот момент был, к которому я возвращаюсь, и вот когда говорят, сейчас нет возможности, рынок плотный, все занято, вы знаете, вот тогда мы в каждый момент времени смотрим из этой точки. Вот в 92-м, 93-м году казалось так же. Для большинства, понимаете? А кто-то реализовывал свои какие-то задачи, свои какие-то вопросы. И точно так же тогда были люди дико нищие, а были миллионеры. То, что тогда развивались, может быть, более смелые, храбрые, и с низким порогом стресса люди, страха, я бы так сказал, переходили, занимались пивом, сникерсом, была сверхприбыль. Сверхприбыль – это да. Но из них, кстати, мало кто сохранил деньги. Из них мало кто сохранил деньги, кстати. Такой серьезный момент. Но сейчас ребята занимаются в интернет-маркетинге, занимаются различными проектами в онлайне. И точно так же есть люди, которые две копейки не могут заработать, есть люди, которые зарабатывают миллионы. Я хочу просто сказать, в каждый момент времени одинаковое количество возможностей, просто они разные. Рынок все время меняется, поэтому в одно время были одни возможности, и одни риски, и одни вопросы. В это время другие. Тогда нужно было решать вопросы с бандитами, с пацанами и так далее. Был рэкет. Сейчас государство со всеми другими вопросами. Но, скажем, меняются какие-то правила игры. Но, по сути, надо понимать, особо ничего не все то же самое. Если кто-то говорит, что нет, вот тогда, вот сейчас другое, это отмазка. Ну, к сожалению, это отмазка, поверьте мне. Если человек хочет что-то делать, он будет искать эти возможности, видеть, будет открытым, будет реализовывать свой шанс. И я точно так же из оффлайнового бизнеса перешел в онлайновый бизнес. Я ничего не понимал. Вообще, ровным счетом, ничего я не понимал. Ни в этом инфобизнесе, ни в этом онлайновом бизнесе, там тренинг консалтинга. Ничего я в этом не понимал. Абсолютно. Ничего, разобрался, все очень хорошо, все очень... Все работает, большой ходинг уже остроен. А кто-то точно так же ковыряется и говорит, нет, здесь ничего нету, здесь ничего не получается. Но это в любом деле. Чем бы вы ни занялись, у кого-то это будет получаться, а у кого-то нет. Но секретный успех, он очень прост. У меня любой бизнес, который я начинал, год первый, отнимал времени от и до. Вот не получается. У меня, может я так туповат немножко, да, по жизни. Ну не получается у меня, чтобы вот прям вот раз и вот щелчком пальца и вот компания стала прибыльная, там миллионы-миллионные, там сразу начала какие-то генерировать. Вот год, она как, знаете, как вот дерево, ты его посадил, оно требует за собой ухода. Поливать его надо, поддерживать. Вот так же. Вот она потом, корневая система уже выросла, укрепилась, да, уже ты можешь какие-то плоды с него снимать. А первый год. Притом у меня есть своя схема в бизнесе. Когда я открываю новый бизнес, первые полгода я ему даю возможность, так сказать, расти без высокой критичности. То есть я могу делать ошибки, я могу смотреть, как что происходит, там прибыль, убытки, развитие, вкладываться. Ну, по-разному может быть, да. То есть он может пойти сразу, это супер. Он может сразу не пойти, и это как бы не супер, но это ни о чем не говорит. То есть вот полгода у меня первый критерий. Я смотрю, что с компанией происходит, что происходит с бизнесом, правильно ли я его веду, правильно ли люди его ведут, вообще есть ли место этому бизнесу на рынке, готов ли маркетинг, ну и так далее. Много разных параметров. Вот полгода прошло, я смотрю уже выводы. То есть что? Он в плюсе, в нуле или в минусе? В плюсе, ну, значит, слава тебе Господи, значит, все было выбрано правильно. В нуле надо смотреть. Значит, вышел он в ноль, значит, если это было именно в бизнес-плане, таким образом, супер. Если он в минусе, а я предполагал, что будет ноль или плюс, значит, что-то не так. И в этом случае, я следующие полгода, я его не закрываю, мы про плюсовые мы говорить не будем, да. Мы будем говорить про минусовые или нулевые. Плюсовые, ну, пошел, и слава тебе Господи, растет оно, это дерево прижилось, начало нести плоды, слава тебе Господи. Сажаем новое дерево, укрепляем свой сад, и отлично. А вот если это ноль или плюс, или минус, то следующие полгода я начинаю, уже анализируя тот опыт, который я получил за первые полгода, относиться к каждому движению, к каждому своему действию, к каждому шагу крайне внимательно, крайне, я делаю все, что возможно, уже очень осознанно. То есть, если первые полгода это некая учеба, то все, следующие полгода это же не учеба, это уже конкретные, жесткие, серьезные действия. Если, по истечении этих следующих полгода, бизнес так и не вышел в плюс, остался в нуле, либо он, значит, болтается в минусе, у меня минусовых, кстати, не было никогда, бывало так, что я просто, я вижу, вот он ноль и потенциала нету. Идет он, балансирует, балансирует, ну, либо, скажем, минус какой-то такой, ну, изначально расчетный на запуске, который был, но нету, не развивается он, по разным причинам, как я сказал, не то время, не люди, не тот бизнес, там много может быть причин. Ну, их вообще три, на самом деле, действительно, не то время, просто вы не в то время начали заниматься конкретным каким-то бизнесом, да, там, допустим, кризис, да, вы решили там что-то, вот, кризис, а недвижимость, как у меня, агентство недвижимости, лежит, или там, автосалоны у меня были, да, ну, лежат, ну, как бы, время просто не то. То есть, надо просто переждать, либо не заниматься пока этим бизнесом, что-то другое сделать. Не те люди, то есть, не та команда, не тот управляющий, не те продавцы, это часто так бывает, надо менять, надо смотреть. То есть, вы три вещи смотрите, потом, соответственно, люди, и третье, конечно, тот ли этот бизнес, если вы начали развивать бизнес, для которого пока маркетинг вообще никак не существует, я не знаю, что там помидоры на луне, ну, или что-то такое совершенно абсурдное. Окей, вы это попробовали реализовать, у вас была некая идея, что вот вы сможете этот рынок там сформировать, вот, вот люди как бы поймут вашу эту глубокую, гениальную идею, и пойдут за ней. Ну, они не пошли, ну, не понятно им, может быть, через 10 лет поймут, но пока не поняли. Ну, хорошо, можете 10 лет на это время тратить, я нет, я так не делаю. То есть, еще раз, не то время, когда действительно иногда стоит ставить паузу, то есть, бывает, я бизнеса не закрываю, я ставлю их на паузу, я так называю, если не то время, я просто ставлю на паузу. Я говорю, окей, я это займусь, но не сейчас, через год, через два, я не буду тратить на это время. Зачем они будут репыхаться, когда рынок лежит именно в этой сфере? Если команда не та, я за это время начинаю анализировать, очистить, менять. Сложно подобрать исполнительного директора, нормальных менеджеров, но без этого вы никогда не станете бизнесменом, вы будете заложником. Главная задача за это время еще и подготовить себе менеджера, управляющего, кто будет этим вообще всем заниматься. – Как сделать так, чтобы бизнес вас в тиски не поймал? Как этого человека подобрать и как ему довериться? – Искать, воспитывать, тестировать в инфобизнесе у меня есть исполнительный директор, с которым мы работаем, но он у меня третий или четвертый. с ним уже два года, с ним все ок, но до этого я потестировал, у меня три, наверное, было. – Понятие – это же много совокупных факторов, чтобы человек шел на вашей скорости, чтобы он вас понимал, чтобы он многим параметрам, совокупным параметрам удовлетворял. – Это же не только какие-то профессиональные качества, они должны быть обязательно, но это еще темп, скорость, образ мышления. – У меня были ребята, которые вроде бы разбираются, я брал специалистов, но они вообще не могли в моем темпе идти. У меня был один такой исполнительный директор, он говорит, что я все время рядом с вулканом нахожусь, у меня скорость очень быстрая. У меня команда, все, кто со мной работает, не знают, что я иду в очень быстром темпе. Я привык в таком темпе идти, и для меня другие партнеры с инфобизнесом со мной хотят работать, они в шоке. Я быстро думаю, я быстро делаю, я быстро принимаю решения, я ставлю конкретные четкие сроки, задачи и так далее. Если я сказал, я начинаю делать. Это секрет, на самом деле, успех, решил и сделал, решил и начал делать. Одновременно и эффект запуска внутреннего намерения. Воспитывать. Сейчас Павел, кто у меня работает, он год вел клуб, занимался клубом, отдельным проектом, хорошо себя показал, ведет сейчас полностью весь проект, клубом он занимается уже другие люди, там региональное отделение воспитываем, делаем отдельно сейчас проекты по подготовке кадров. Это процесс, я могу сразу сказать, это процесс, это не факт, что вы возьмете первого человека и он останется с вами навсегда. Это процесс, но, опять же, максимум, что я позволяю себе и человеку, работая со мной, там какие-то первое время могут быть косяки, могут быть какие-то нестыковки, могут быть разные моменты, все мы люди не идеальны. Три месяца, это, знаете, как и по ГЗОТу, испытательный срок, так и у меня, три месяца это максимум, что если я могу позволить, максимум. Бывает, что быстро, то есть за месяц, но если вот как-то не то, не сё, но три месяца это максимум. Больше мне на самом деле не надо, оно либо уже да, либо оно будет у вас нет, себя уговаривать нет смысла. Значит, ну, надо нового человека искать, либо растить изнутри. Это сложная задача, ну, поэтому каждый бизнес, который я ставлю, строю, для меня задача номер раз, это иметь подготовленного, лояльного, это важно, то есть единственное, что я в бизнесе могу простить глупость. Глупость по неосторожности, ну, может, любой человек может допустить глупость, может ошибиться, может любой. Мы себе разрешаем запускать глупость, в чём что, сотрудники они что, не люди, вопрос, конечно, степени этой глупости и вопрос, скажем так, из-за чего она произошла, неправильно ли я поставил задачу, неправильно ли человек ли понял задачу и так далее, это здесь надо точно чётко взвешивать, нельзя быть самодуром, но вот нелояльность на некую такую непреданность, в этом смысле у меня такая достаточно жёсткая позиция, я не терплю в принципе, вот я в бизнесе давно, с 91-го года, вот это единственное, что я не терплю, то есть малейшее попознамение, у меня было, что мы расставались с партнерами, как только я слышал слова, да вот мы сейчас тут, вот я сразу пил, до свидания, и мне потом пытались рассказывать, да мы не это имели в виду, да ты понимаешь, я всё понимаю, до свидания, мало кто из них потом что-то реализовал, то же самое сейчас происходит у меня с тренерами, ну сейчас у нас достаточно жёстко в плане продюсирования там договоров, контрактов, как только начинается звёздность, да мы сейчас сами сразу говорю, до свидания, ну это было до этого, сейчас говорю, всё под жёсткие там как бы договора, чтобы время просто не тратить, потому что это всё, у них начнётся звёздность, им кажется, что всё очень легко и просто, они не понимают эту внутреннюю структуру, малейшее это, до свидания, потом приползает обратно, потом говорят, да нет, да мы, да вот ты понимаешь, да вот любовь до гроба, до свидания. Это, знаете, это опыт, то есть вот это жёсткость некая такая, цинизм, он наверно возник с годами, при том, что со мной многие сотрудники работают уже много-много лет, прошли кризисы, переходят из разных компаний, из там компаний, с которыми когда-то давно у меня работали, готовы все легко ко мне прийти, то есть я в некотором смысле жёсткий руководитель, требовательный, но не самодольный, никогда им не был, и никогда не буду, она необходима, то есть стиль управления должен быть такой в некотором смысле авторитарно-демократический, то есть чтобы все понимали, кто начальник, кто хозяин, это важно, но степень свободы, степень принятия решения у сотрудников должна быть достаточно высокая, у меня есть некоторое направление, куда я даже не лезу, мне кто-то звонит и говорит, ой, а что там у тебя, ну там, не знаю, по недвижиму ещё почему-то, говорит, ребята, я понять не имею, звоните вот моим, я реально действительно не знаю, я реально не знаю, то есть я это отстроил, я туда не лезу, рабочие процессы, они идут там, да, я знаю, я вижу там отчётность, я вижу финансы, я, знаете, как у коммерсанта у любого, это чуйка такая, чуйка, знаете, интуиция, я там чувствую, чувствую, там, да, там, вот как бы, тестирую, да, всё нормально, и я туда не лезу, в противном случае я тогда завяз бы в одном бизнесе, и там, 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 я многие вещи, да, не многие, я стараюсь делегировать всё, что только можно делегировать, стараюсь не делать вообще всё, что только можно не делать, потому что таким образом я освобождаю себе время для чего-то ещё, понимаете, предприниматель – это не человек, который хочет ничего не делать, это вот иллюзия, который всем продаёт в этом и в инфобизнесе, и в тренингах, да ещё везде, сидишь на море, куришь бамбук, с бутылкой мартини и нифига не делаешь, это абсурд, человек с такой мотивацией никогда в жизни ничего не достигнет, никогда, это вот, знаете, могу поспорить с любым, если кто-то вдруг захочет со мной поспорить, да, при том, что все эти дела уже давно есть, там, и виды на море, и всё остальное, всё это есть. Предприниматель – это человек, который освобождает собственное время для того, чтобы заняться чем-то ещё. Вот и всё. Сергей, у меня масса к вам ещё вопросов осталось, но у нас целая одна минута остаётся для интервью. Шикарно. Как мы поступим? Задавайте скопом или последние вопросы? Да, задавайте вопросы, ну, давайте пару минут ещё есть, да, давайте, задавайте. Ну, один из оставшихся, наверное, самый важный – как удвоить, вот есть там предприниматель, у которого сейчас 30 тысяч доход в месяц, ну, там, 60. Какую-то сумму, самый такой какой-нибудь совет, как удвоить можно легко или нелегко, но вот какой-то такой эффективный совет? Это, конечно, хороший вопрос, но, знаете, можно какие-то банальности говорить, но это же очень некорректно, кто-то занимается производством, кто-то сферой услуг, кто-то продажами, кто-то вышивкой, да, то есть, чтобы удвоить, нужно в два раза больше продать, да, либо в два раза дороже, либо в два раза больше, ну, по большому счёту, либо в два раза больше сделать. Поэтому я так могу сказать, что в любом бизнесе, любой бизнес – это продажи и управление персоналом. всё. Поэтому нужно либо сделать фокус на продаже, либо, как следственный персонал, внутри посмотреть, кто у вас этим занимается, ну, то, что там происходит, либо услуги, либо продажи, либо производство. Всё, больше ничего нету. Что, в остальном сказать, дайте рекламу, попробуйте сделать то, попробуйте сделать всё, это уже как бы вторично. Ну, если надо удвоить бизнес, да, значит, надо удвоить продажи, ну, удвоить прибыль, как следствие, да, там, или оборот. Ну, значит, надо продавать, в любом случае. Либо дороже, либо больше. Поэтому попробуйте, либо в два раза больше продать, либо в два раза дороже продать. Вот, это реально. Иногда бывает, что вы ставите цену дороже и начнет продаваться лучше. Либо, наоборот, вы смотрите, делаете распродажи каким-то определённым продуктом, увеличиваете резко там поток клиентов, но понять, что вы дальше будете продавать. Ведь для разного бизнеса всё по-разному. Вот, реально, так вот сказать сразу сейчас. В два раза больше начните работать. Я всегда говорю, все говорят, как ты так инфобизнес быстро разделываешь? Ребята, просто первый год у меня было 26 часов в сутках. Всё. На час раньше вставал, на час позже заложился. Всё. Больше ничего. И, может быть, даже у десятерити, на самом деле. Это же не вопрос. Делегируйте ещё, да. Не бойтесь, кстати, делегировать какие-то вопросы. Не бойтесь брать там торговых агентов, не бойтесь брать людей, которые вам приносят. Бойтесь брать тех людей, которые тратят деньги. Секретарей административных ресурсов всякие. Бойтесь каждый раз, когда вы тратите. Бойтесь прямо копейку потратить на таких людей. На тех людей, которые вам деньги приносят, Менеджеры по продажам, люди, которые что-то производят, конкретно для вас делайте, там не страшно, потому что там рубль вложен и минимум 2 должен принести. А вот на тех, кто тратит, на первом этапе очень сильно смотрите. Лучше самому иногда что-то сделать. Поэтому сами делайте. Может быть нужно взять 2 менеджера по продажам, которые будут бегать, или агента в продаж, или девочку посадить на колд-центр. Это смотри, кто чем занимается. И последний, наверное, вопрос. какой-нибудь совет начинающим предпринимателям от вас, вот такой персональной фирменной? Во-первых, не бояться. Если вы хотите быть предпринимателем, то не надо бояться того, что вы будете делать на первом этапе ошибки, что-то будет не получаться. Это нормально. Это абсолютно нормально. Но главное, самое главное, чем раньше вы научитесь разделять реальность и иллюзии, это важный момент, то есть выпадать из состояния такого «я всех закидаю шапками, я самый умный, или самая умная, вот у меня там…» То есть все дураки, а у меня получится. Вот от этого, чем быстрее вы избавитесь, тем будет лучше. Надо уважать других игроков на рынке, если они там не находятся, 10-15 лет, наверное, они тоже не дураки. И те, кто рядом находятся, если рынок таким образом распределен, наверное, так за этим что-то есть. Этого бояться не надо, должно быть некое… Авантюризм должен быть, амбиции должны быть обязательно, да, хорошее, здоровое, масштаб личности, человек должен раскрывать. Но, при том, знаете, должна быть интрига, скажем, обогнать конкурента, интрига завоевать какой-то рынок, но должно быть уважение. Вот тогда будет все нормально, окей, не бояться, то, что будут какие-то моменты, быть абсолютно открытыми. Вот идею предложили, окей, сразу не откидывайте в сторону, возьмите, просчитайте, посмотрите. Несостоятельное, хорошо, откинули в сторону, да, но не отказываться сразу же. Вот, не отказываться сразу, попробуйте, посмотрите, может быть, там есть рациональное зерно, будьте всегда открыты, да, предприниматель, человек, который считает, я в любой магазин захожу, не знаю, в театр, там с женой иду, она смеется уже, я сажусь, смотрю, так, сколько здесь этих сидений, кресел, посадочных мест, так, сколько выполняемых, средняя стоимость там билета, средняя стоимость гонорара, считаю, нет, не бизнес, условно говоря, либо бизнес, это развивать себе умение считать, бизнес, это психологика, это психология, ваша внутренняя, это логика, то есть, с цифрами надо тоже дружить, считать, если цифры сильно не бьют, то, скорее всего, что-то не так. Вот и все, по большому счету, а дальше вы будете приобретать опыт, приобретать свои знания, и по ходу пьесы, и машины, и квартиры, и дома, вид на море, и все остальное тоже будет. Спасибо огромное вам, Сергей, очень приятно было вас слышать в нашей программе, спасибо, дорогие слушатели, что нас сегодня слушали, всем всего доброго, и от вас, наверное, Сергей Юрьевич, тоже какое-нибудь прощание. Я всем всегда желаю удачи, честно говоря, потому что предпринимателю, как и любому человеку, нужен такой фарт, удача, такая волна, поток, вы когда находитесь в состоянии внутреннего, драйва и потока, вам жить просто по кайфу, плюс-минус бывают, кризисы, пятая, десятая, все ерунда, все проходите. Верьте себе, опирайтесь на себя, и самое главное, вот честно себе говорите, не предавайте себя, если вы что-то решили делать, говорите, окей, я это сделаю, а результат, который я получу, именно результат, который я и хотел получить. Будьте честны с собой, и все у вас будет окей. Удачи. Спасибо огромное, и вам тоже удачи. Всего доброго.